Маршрут от улицы Щербаковой до школы номер 10 по берегам Яузы совершили участники рабочей комиссии во главе с советником губернатора Александром Коганом. Проект, реализуемый в Мытищах, уникальный. Этот опыт поможет в реабилитации других рек Подмосковья. Система, которая очищает донное отложение Яузы, называется Бельмер-каскад. Ее Александр Коган осмотрел в первую очередь. Установку можно назвать заводом по переработке слоев ила и грязи. Автоматика раскладывает эти массы на отдельные фракции. При помощи дополнительных механизмов мы извлекаем донное отложение, подаем на завод, происходит их обезвоживание, часть воды возвращается в водоем. Фракция в виде грубого мусора, стекло, металл, фракция в виде песка и непосредственно сам ил. Мусор отправляется на переработку, а ил еще пригодится в городских условиях. Например, его смесь с песком уже используется для укрепления берегов Яузы. Также эта масса послужит хорошим удобрением для цветов, кустарников и деревьев. Всего таких заводов в нашем городе будет три. Оставшиеся готовят к установке на улицах Троицкая и Юбилейная. К сожалению, работа завода в Бельмер-каскад не проходит бесшумно, и многие жители недовольны таким положением дел. Да, конечно, жалобы поступают. Нам помогает администрация города, ЖКХ, министерство. Жалобы на шум, но это технологический процесс, мы от него избавиться не можем. Температурный режим очень важен. Работы остановиться не могут. Работы должны постоянно проводиться. Результаты такого неудобства налицо. Река даже сейчас до завершения проекта выглядит иначе. А что еще будет? Согласно контракту, работа установок Бельмер-каскад должна завершиться 11 декабря. Работы начались очень активно. Подрядчики молодцы, администрация молодцы. Видно, что заводы поставлены вовремя. Плюс ко всему прочему, сейчас я смотрю, уже формируются берега. Смиралась гладь, где была очень узкая речушка, которая текла там не больше метра, плюс глубина где-то, но в лучшем случае там 25-30 сантиметров. То сейчас мы уже видим более полтора метра, на некоторых участках до четырех метров. Первой рекой в Московской области, прошедшей реабилитацию, была Пихорка. Затем приступили к Яузе. Опыта в этом вопросе еще не так много, но все придет со временем. Затягивать работу невыгодно никому, ведь впереди еще множество проектов. Это будет банька, проект, который сейчас уже завершается. И в следующем году будем планировать баньку к реабилитации. Плюс ко всему прочему, там также федеральные средства есть. Четвертая река, планируем Клязьму. И пятая рассматривается Пахра. По сути, все водоносные реки на территории Московской области должны будут эко-реабилитироваться. Проект большой, проект перспективный, очень амбициозный. И правительство Московской области по плечу реализовать его. Анна Мусаликина, Константин Химичев, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».